Как Дональд Гловер тратит свои миллионы Вы наверняка знаете Дональда Гловера по его музыкальному псевдониму Childish Gambino. В его выпускном альбоме под фото одноклассники решили написать фразу «В будущем станет сценаристом Симпсонов». Еще тогда многие пророчили молодому парню карьеру юмориста и популярного артиста. Но мало кто мог предположить, что Дональд станет настолько популярным и свяжет свою судьбу с актерством и музыкой. Но он пришел к успеху не без трудностей. Гловер пробовал себя во многих профессиях, пока не остановился на творчестве. Теперь давайте узнаем, как Childish Gambino, он же Дональд Гловер, тратит свои миллионы. Гловер родился в 1983 году на авиабазе Эдвардс, Калифорния и вырос в городе Стоун Маунтин, штат Джорджия. На сегодняшний день его доходы оцениваются в 12 миллионов долларов. Но стал он таким богатым не из-за того, что он был сыном финансово обеспеченных и известных родителей. В реальности все было как раз наоборот. Его родители простые люди, мать работала няней, а отец был сотрудником местного почтового отделения. Всего в семье было шесть детей. Причем некоторые братья и сестры маленького Дональда были приемными. Примечательно, что семья состояла в Свидетелях и Яговых. Дети воспитывались в соответствии с канонами и правилами религиозной организации. Это означало, что поп-культура, в том числе музыка и кинематограф, не приветствовались. Гловер делится, что в детстве он, в отличие от сверстников, не смотрел телевизор, но это обстоятельство давало шанс развитию воображения. Мальчик устраивал для братьев и сестер кукольный театр, воплощая собственные сценарии в жизнь. Но чернокожим парням жилось в то время нелегко. В 2018 году Дональд рассказал историю о своем брате Стиване. Когда он знакомился с белыми девушками, их родители хорошо относились к нему, но при этом не допускали, что они позволят своим дочерям встречаться с темнокожим. Несмотря на то, что такое отношение может сильно оттолкнуть от каких-либо начинаний, Дональда это лишь подстегнуло. Он стал стараться еще сильнее, чтобы выбиться в люди и найти свое место под солнцем. В этом ему помог его безграничный талант. Его цитата «Я хотел создать свой собственный мир, потому что так у меня нашлось бы свое безопасное место». Если вам не совсем понятно, то посмотрите его клип на песню «This is America». Там Дональд хотел выплеснуть всю свою злость и разочарование в современном американском обществе. Конечно, кто-то скажет, что это просто песня. Но артист хотел, чтобы люди увидели в его творении не просто запоминающуюся мелодию, но и вслушались в слова. Ну и несомненно, видеоряд дает зрителю полное представление о том, как Гловер видит свою страну. Парень начал заниматься музыкой еще в университете. Там он создал свой первый микстейп с названием «Чем моложе я становлюсь». Возможно, вам интересно, почему вы никогда его не слышали. Все потому, что Дональд просто решил не выпускать его. Но слава не заставила себя долго ждать. Именно та самая запись про Симпсонов стала первым скачком в его карьере. Он решил написать пробный вариант к сценарию мультфильма и отправил его продюсерам. Неудивительно, что тем очень понравились сценарные ходы, и они предложили Гловеру работу. В 2006 году Дональд приступает к работе над телесериалом «Студия 30». В проекте сценарист участвовал до 2009 года. Правда, как раз в «Студии 30» Гловер демонстрирует актерские таланты, играя эпизодические роли. Параллельно карьере сценариста молодой человек участвует в скетч-группе «Деррик Камеди». Выступает на стендапах. Группа начинает выкладывать видео на YouTube. При этом записи пользуются огромной популярностью у пользователей, что в конечном итоге приводит к съемкам полнометражного фильма «Тайная команда» в 2009 году. Но что же насчет его музыкальной карьеры? Первый микстейп, который певец решил выпустить, был «Сигбой». Это произошло еще в 2008 году, и едва ли его стоит воспринимать всерьез. Псевдоним Childish Gambino Гловер получил просто вбив свое имя в генератор имен «Ву-Танг». Серьезнее относиться к музыке он стал, когда познакомился с композитором Людвигом Гарансоном. Он тогда делал музыку для сериала «Сообщество», а позже стал одним из авторов саундтрека «Черной пантеры». Они совместно записали микстейп «Колдесак», и с тех пор Горамсон принимал участие в записи всех альбомов Childish Gambino. В их работах числятся и главные хиты Гловера – «30.05» и «Redbone». Раннюю музыку Childish Gambino многие называли «Лил Уэйн» с высшим образованием. Гловер тоже выпускал огромное количество микстейпов, где заваливал слушателей безумным вордплеем, только более интеллектуальным. Параллельно Дональд пробовал себя в актерстве. В 2009 году стартовал сериал «Сообщество», созданием которого занимался автор Рика и Морти Дэн Харман. Он пригласил Гловера на роль бывшей звезды школьного футбола Троя Барнса. Но был нюанс. Роль Троя задумывалась для белого актера. Когда вам говорят о бывшей звезде школьного футбола, вы сразу представляете белого качка. «Я не был ни белым, ни качком. Так что мне пришлось подумать, что я могу сделать с этим образом». В итоге Гловер идеально сработался с Дэнни Пьюди, который играл в сериале «Абеда». Их дуэту принадлежит один из самых вирусных и удачных моментов сериала. Это короткая зарисовка, где их персонажи читают библиотечный рэп на испанском. В 2013 году актер ушел из сериала. Многие считали, что его уход был связан с развитием музыкальной карьеры. Но сам Гловер иначе пояснил свои мотивы. Цитата. «Я ушел из сообщества не ради рэпа. Я не хочу читать рэп. Я просто хочу быть сам по себе». Но близкие артиста говорили, что он просто не знает, куда ему двигаться дальше. Его друзья опасались, что у него опустятся руки. А в одну ночь, проведенную в отеле, Гловер записал в блокноте следующее. «Наверное, мне страшно. Кажется, я никогда не реализую свой потенциал». Но все в том же 2009 году его музыкальные задатки стали развиваться со стремительной скоростью. Гловер выпустил уже второй микстейп «Поинт Декстер». После него последовало еще два с названием «Я просто рэпер» и «Я просто рэпер 2». С этого момента у артиста стали появляться серьезные деньги. На время он решил развить комедийную сторону своего таланта и снова ударился в стендап. Как итог, две больших стендап-программы, одну из которых показали на канале Мекки американского юмора Comedy Central. Если вам лень смотреть его часовые выступления «Чудак», советуем вот этот ролик на 3 минуты. Лучшая шутка. Все евреи любят летние лагеря, и это странно, потому что будь я евреем, в жизни бы не хотел оказаться вместе под названием «Лагерь». В общем, одной карьеры парню будет определенно мало, и он решил получать доход отовсюду, откуда только можно. Но вернемся к его музыкальной деятельности. В 2011 году выходит дебютный альбом Childish Gambino Camp. Критики его порвали и выставили пластинки, унизительные 1,6 из 10, отругав поп-рэп-продакшн и мультяшный флоу Гловера. Но это не помешало ему продать 52 тысячи копий за первую неделю и хорошо на этом заработать. А точнее, певец получил 250 тысяч долларов. Его следующий альбом 2013 года получил название «Because the Internet». На нем музыкант заработал еще 330 тысяч долларов. Для многих такие деньги кажутся солидной суммой. Впрочем, как и для тогдашнего Гловера, но сейчас для него это лишь малая часть его нынешних гонораров. В декабре 2016 года Дональд выпустил еще один студийник «Awaken My Love», который отличался более экспериментальным звучанием. Диск завоевал сразу два Грэмми – «Альбом года» и «Лучший альбом в жанре современной городской музыки». Нахлынувшая волна популярности приносит актеру роли в полнометражных фильмах. Одним из них стала роль в «Супермайке». В 2015 году Дональду посчастливилось участвовать в съемках «Кассового марсианина». После этого он добрался и до перезапуска «Человека-паука». Правда, снова в эпизодической роли. Если вам и этого мало, то вот еще несколько кинолент. В конце мая 2018 года вышел в прокат спин-офф в киносаге «Звездных войн». В фильме Гловер появился в роли Лэндо Калрисиана, любимого персонажа его детства. Также Дональд работал и над недавно вышедшим ремейком «Король лев». Гловеру выпала честь исполнить главную роль Симбы. Но если вы подумали, что этот человек реализуется исключительно в медиа, то вы ошибаетесь. Он сделал множество совместных проектов с мировыми брендами. Наверное, самая популярная его коллаборация была с «Адидасом». Его музыкальное видео 2018 года показывало молодого парня, надевающего знаменитые кроссовки. Это было тонким намеком на предстоящий релиз. Гловер позже снялся в рекламе Samsung Galaxy, а после этого он стал официальным лицом линейки одежды Gap. Из-за того, что Дональд Гловер не любитель рассказывать о своих подвигах, остается довольствоваться той малой информацией, которая у нас есть. К примеру, журналисты выяснили, что знаменитость имеет владение в Калифорнии, в местечке Ла Каньяда. Думаю, по одному названию ясно, что цены там выше среднего. Так как актер и певец очень заботятся о своей приватности, то он выбрал специально то место, которое далеко от всей калифорнийской тусовки. Но это не значит, что там нет многомиллионных особняков. Известно, что свой первый дом Дональд купил в апреле 2016 года. По некоторым данным, такое жилище стоит несколько миллионов долларов. Но в 2019 году стало известно, что Гловер приобрел еще один особняк. Так как его семья только растет и растет. Но никто не знает наверняка, где он находится. Гловер настолько скрытный, что он долгое время даже не раскрывал своего романа с Мишель Уайт. У них сейчас двое детей, а общественность знает пока имя только одного ребенка. И это имя – Ледженд. О том, что пара ждет второго ребенка, стало известно от самого Дональда. Малыш появился на свет в январе 2018 года. Однако его имя и все подробности остаются загадкой. Второй дом артиста был построен в 1983-м и стоит 4 миллиона 200 тысяч долларов. Конструкция почти полностью состоит из бетона и стекла, что отлично подчеркивает вкус и стиль знаменитости. Чуть больше известно о машинах, на которых ездит Дональд. Но это далеко не Ламборгини и Феррари. Этот парень не любит пускать деньги на ветер и владеет двумя Мерседесами. Один из них стоит 45 тысяч долларов. Как видите, Дональд платит за качество, а не за внешность. А его вторая машина стоит в районе 80 тысяч. На этом все. Одновременно быть на виду в музыке, благотворительности, кино и на телевидении – достижения, которые могут похвастаться немногие. При этом создается впечатление, что Гловеру искренне интересно заниматься всем и сразу. Расскажите, как вы относитесь к этому артисту.